Друзья мои, поздно я спохватилась снимать, но я дома. Я в Украине и приехала к родителям. Прилетела, а теперь еду на автобусе домой. Странное ощущение, когда ты уезжаешь из Еревана, а там 30, а здесь 7 градусов. Ну, 9. В общем, полет был хороший. Я в Ереване вылетела, где-то было 6 с чем-то, уже вылетела. И по украинскому времени было здесь 8 часов 17 минут. Так как я родом не из Киева, мне еще добираться нужно от Киева 150 километров примерно. С Борисполя приехала на центральный автобокзал, добралась. Тоже интересно, мне повезло. Там нужно будет добираться маршруткой до Киева, по Киеву на метро. Но я вышла и встретила несколько девчонок, которым тоже нужно было нам в центральный автобокзал. И мы договорились поехать вместе, спросить на такси. Вышло даже дешевле, чем бы я добиралась через весь Киев. Все-таки дорога утомительная. Выгляжу я, как будто не спала неделю. Почему-то всегда у меня большая отечность идет после перелета. Все, я уже выехала, сижу в автобусе. Я в Ереване так вот нигде не езжу на автобусах. Странное такое ощущение. Моя хорошая еда, это уже, в принципе, окраина города. Но я люблю эти районы. Вообще здесь, ну, именно не здесь, а здесь очень зеленые парки, Голосеево. Гуляла я много там этих парков во время студенческих годов, когда училась. А вот это, вот этот автовокзал. Вот. Я сюда приехала, там и круг давали. Тут садилась, такси приезжают. Сделали ремонт. Так круто, вы не представляете. Там все автоматизировано, как и в Европе. Потому что последний раз, когда я была, меня всегда родители забирают. Просто этот раз такой исключительный. Но я особо без вещей. Ручная кладь и все. Поэтому мне самой было проще добраться. Тем более я утром приезжаю. И мне так непривычно было. Я давно не видела автовокзала. Там все, как я училась, было все страшное, если честно. А сейчас красивое, современное. Все на кнопочках, даже билеты. Покупать нужно не в классу стоять, а онлайн-классы такие. Ты приходишь, вводишь, все там табло. Много этих окошков, где табло и ты сенсор нажимаешь и выбираешь, куда тебе направление. Покупаешь билеты. Карточкой оплачиваешь, наличными. В нескольких местах курсы валют поменять можно. Потому что раньше была проблема. Я помню, я однажды приехала. Еще какой-то первый или второй раз. И у меня была валюта. Я добралась сюда. А отсюда у меня не было, как оплатить дорогу. В общем, поговорили. Это я, Гуран Гурточка, то, что я в Ереване хожу зимой. Без масок нигде не пускают. Очень строго в самолете тоже было очень строго. И тут тоже нигде. Я тоже зашла в Макдональдс, не пить кофе, потому что у меня было 40 минут. Нужно ждать автобус. И там тоже, ну, более строго в Макдональдс, чем в Армении. Ну, там очень красиво. Там озера. К сожалению, мы туда не едем. Вот такой длинный-длинный парк. Весь зеленый. И еще есть озера. Хотела добавить, что я очень чисто в городе. Вообще, я ехала, получается, из Борисполя. Там Харьковская, Позняки. Тоже было очень чисто. Ни одной целлофаночки нигде нету. Ну, город выглядит так, можно сказать, обычно, как и другие города. Деревья, дома, асфальт, ничего такого, машины. Но не грязно. Нет лечащих целлофанок в лицо. Это приятно. Друзья мои, я сейчас наушников. Не знаю, как они будут слышать. В общем, удивлена, какие лунные дороги. Уже проезжала мне деревья. Знаете, все деревья. На Украинском этапе у библии подведем. На дороге. Аккуратно, все чисто. Дороги очень хорошие. Трасса Киева-Одесса. На этой трассе я добираюсь обратно в город. Здесь. 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 Красота. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...